В имя Отца и Сына и Святаго Духа Абийц, и Створение Святителя Иоанна Златоустова. Насколько отличается душа от тела, настолько и духовное начальство стоит от гражданского. Это последнее судит только явные преступления, вернее же и те, не все, но только увлеченные, а часто прикрывает и эти последние. Напротив, духовное судилище научает входящих в него, что судящий нас все обнажит и объявит пред лицом целой вселенной, и от него невозможно укрыться. Таким образом, христианство гораздо лучше внешних законов держит в порядке нашу жизнь. В самом деле, если и страх за скрытные грехи делает человека более осторожным, нежели опасения только заявные, и требование отчета даже в малых проступках более возбуждает к добродетели, нежели наказание за важные вины. То очевидно, что и начальство такого рода более всякого другого утверждает нашу жизнь. Но если хочешь, рассмотрим и то, как поставляются те и другие начальники. И здесь увидишь великое различие. В самом деле, получить духовное начальство может не тот, кто дал деньги, но тот, кто показал примерный образ жизни. Поставленный вводится в это начальство не для славы человеческой, не для собственного своего спокойствия, но для трудов и пота, и для пользы многих. Потому-то он получает и великую помощь свыше от Духа. Там начальство ограничивается только тем, чтобы приказывать, что надо наделать. А здесь оно само содействует молитвами и благодатию. Сверх того, там нет и слова о любомудрии. Нет никого, кто бы учил, что такое душа, что такое мир, что будет с нами после настоящей жизни. Куда мы переселимся отсюда? И как достигать добродетели? Там только и говорят о договорах, о союзах, о деньгах. А об этих предметах вовсе нет никакой заботы. Между тем, в церкви о них только всегда и говорят. Вот почему весьма справедливо будет назвать церковь и судилище. И врачебницею, и училищем любомудрия, и воспиталищем души, и школою, где она опытно учится востекать к небесам. А что духовное начальство есть вместе и самое кроткое, несмотря на большую его взыскательность, это видно из следующего. Гражданский начальник, если поймает прелюбодея, тотчас же наказывает его. Между тем, какая от этого польза? Это значит не порог истреблять, но отринуть уязвленную душу. Духовный же начальник, найдя виновного, спешит не наказывать его, но изгнать из него страсть. Ты делаешь то же, как если бы при случившейся в голове боли не болезнь стал унимать, а отсек бы голову. Я же не так действую, а отсекаю самую болезнь. Я удаляю такового от тайн и священной ограды. А когда он восстанет, очистится от греха и исправится через покаяние, принимаю опять. Но как можно, скажешь, изгнать грех полюбодеяния? Можно и очень можно, если кто подчинит себя церковным законам. Церковь подлинно есть духовная баня. Многоразличными способами покаяния, обывающей нечистоту тела, но скверну души. Ты, если отпускаешь грешника ненаказанным, делаешь его еще худшим. И если наказываешь, оставляешь неизлеченным. А я и не оставляю без наказания, и не наказываю, как ты, но вместе и налагаю наказание, какое мне прилично, и исправляю то, что им сделано. Хочешь ли еще более узнать, как ты, и обнажая меч над преступниками, и указывая им на пламень, невеликое производишь в них у врачевания, тогда как я и без этого привожу к совершенному здравию. Мне не нужно здесь рассуждения и слова. Я представляю свидетельство моря и землю, и самую природу человеческую. И следуй, каковы были человеческие дела, пока еще не было этого судилища. Тогда не знали даже и по имени тех добродетелей, какие совершаются ныне. Кто отваживался на смерть, кто пренебрегал богатством, кто презирал славу, кто, убежавший от мирских треволнений, возлюблял горы и пустыню, матерь любомудрия. Где тогда известно было имя девства? Все это и многое другое, еще важнейшее, было следствием этого судилища, делом этого начальства. Итак, видя все это и зная, что отсюда все полезное для жизни и исправления всей вселенной. Приходите чаще в здешнее собрание для слушания Слова Божия и для молитвы. Если так себя устроите, то явив жизнь достойную неба, сможете получить обетованное благо, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь.